В минувшую субботу 9 декабря в Краснодаре состоялись соревнования по прыжкам на батуте в честь заслуженного тренера СССР Виталия Федоровича Дубкова. Эти удивительно зрелищные состязания, прошедшие в стенах физкультурно-здоровительного комплекса «Знаменский», уже можно смело назвать традиционными. Но на этот раз соревнования были особенными. Поприветствовать спортсменов пришел сам Виталий Федорович Дубков, один из начинателей этого вида спорта на Кубани. Я считаю, что это такие очень интересные соревнования, потому что на эти соревнования приезжают много спортсменов, много тренеров, которые, видно, заинтересованы в этих соревнованиях. Так что очень приятно. Необычными они были и по количеству участников. За награды боролись около 700 спортсменов. Уже в третий раз, что также можно назвать традицией, гости кубанским спортсменам приехали их друзья-соперники из Еревана, который является побратимом города Краснодара. И также традиционно их здесь ожидали радушный прием и дружественная атмосфера. От имени депутатского корпуса Городской думы Краснодара Пашковского армянского культурного центра юных спортсменов приветствовал депутат думы, председатель Совета Пашковского армянского культурного центра Владимир Маринян. Он, в частности, тоже сказал, что стало доброй традицией приглашать на соревнования спортсменов из Еревана, что, конечно же, способствует укреплению дружественных связей с Арменией. Визитной карточкой Пашковского армянского культурного центра уже давно стал известный творческий коллектив «Аринберд», созданный директором центра Алексом Днаяном. Начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников поблагодарил заслуженного ветерана за его неоценимый вклад в кубанский спорт и пожелал спортсменам стремиться к олимпийским высотам. О том, каким видится будущее этих соревнований, рассказала директор спортивной школы Олимпийского резерва, заслуженный мастер спорта России Ирина Корсикова-Сланова. Я так думаю, что через какое-то время мы будем вносить инициативу о том, что этим соревнованием был при своем статус всероссийский. Уже это стало доброй, хорошей традицией. Мы тоже очень рады, что сегодня в Республике Армения развивается вид спорта, начал свое развитие прыжки на батуте. Мы с удовольствием принимаем делегацию спортивную. Они не только выступают на этих соревнованиях, но и каждый год летом приезжают еще на соревнования, которые посвящены 1 июня, Дню защиты детей. После подведения итогов напряженного дня, состязания, сильнее всех среди юношей оказались подопечные старшего тренера из культурно-оздоровительного комплекса «Знаменский» мастера спорта России Юрия Асланяна. Хозяева турнира заслуженно получили 8 медалей, из которых 3 были высшей пробой. Но, как говорится в таких случаях, проигравших в этот день не было. Потому что, несмотря на дух соперничества, это был настоящий спортивный праздник. Яркий, эмоциональный, наполненный детскими улыбками. Поднесла к вам. Спасибо. 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 Спасибо.